Депутаты Государственной Думы приступили к изучению бюджета страны на трехлетний период. Накануне спецкортежем он был доставлен из здания правительства России в Госдуму. В Кировской области там внесли документы на рассмотрение местным депутатам. Власти решили обсудить его статьи с общественностью. На публичных слушаниях сегодня присутствовал и Дмитрий Житарчук. Принять участие в публичных слушаниях проекта закона об областном бюджете мог любой желающий. Предварительно необходимо было лишь записаться по телефону. Однако простых граждан в зале заседаний правительства практически не было. В основном представители общественных организаций, бизнеса и районных властей. Люди в основном слушали, предложений не поступало, поскольку еще в начале встречи Никита Белых предупредил, что бюджет сформирован, сбалансирован и менять статьи расходов уже никто не будет. Что касается трехлетнего бюджета, то формировался он, как отметил Никита Белых, непросто. Это причины спад производства в некоторых отраслях и как результат снижения антепов экономического развития региона. Кроме того, регулярно снижаются объемы финансирования из федерального центра. Впрочем, в 2014 году бюджет будет по-прежнему социально ориентированным. 11 миллиардов будет потрачено на образование, 7 миллиардов на здравоохранение. Деньги в основном пойдут на увеличение зарплат. К примеру, заработную плату педагогам власти планируют довести до 20 тысяч в среднем по региону. В условиях дефицита бюджета сделать это не в ущерб. Остальным статьям расходов вряд ли получится. Для обеспечения сбалансированности областного бюджета были введены жесткие условия экономии и изыскания внутренних резервов. В первую очередь введен режим экономии при планировании расходов на управление. Средства на строительство новых объектов не предусмотрены. Запланировано лишь продолжение строительства ряда объектов, которые строятся в рамках государственного частного партнерства или по софинансированию с федеральным бюджетом.